Воронки Воронки Сейчас scheduling Вот там поедешь Вcado О, чтоbit Ой, мы не поедем Воз Nas Выпей по-рубро Воды освещенной В Низуардан on Он Вот желтый под столом на первой порту там Валера, пойдёшь на благовестие с нами сейчас? Нет. А что такое с тобой? Костя, тебя не спрашивают. Пошли, Валера. Что, ты пойдёшь? Коля, ты взял, Николай? Я пойду. Взял? Да, да. Смотрю, кто-то взял. Не вижу. Валер. Валера. Коля, на этой стене? Да. Валер, на этой стене. Да. Валер, на этой стене. Валера, на этой стене. Тропа-то нет у старшего? А, нет. Бывает. А дороги же перекрыли. Перекрыли же из палоска. А, у меня вот пять лет вы не перейдёшь. Да, забирайте. Что, куда? Коля не будет? Я ведь зачем с тобой залезли? Я сижу, всё, на месте. Никуда не ходите. То есть сидите здесь до конца. Всё, садитесь. Куда вам нужно? Вот чё вы тут вот такими путями пошли? Интересно. Меч. Вода-то какая-то. Волоска этот синий план вместе с нами. В этом, молоденький. Нет, ну в колонии, да. Всякий день, начать. Давай 7 сучку, где-то. Да нет. Это, ой, здесь. Это, ой. 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 Тёй детишка. Тёй детишка. Ну, чё там прудовище? Там, да. Ты, боже. Субтитры делал DimaTorzok 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 Далее Далее Субтитры делал DimaTorzok 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 Двадцать шестого я буду здесь Знаешь, как раз здесь? Двадцать шестого будет здесь Я сказал все, что сходится Все остальное отбегает и неизвестно, где будет Его надо заранее предупредить Владыку Я прошу сделать, вот как говорили Отложить, не приезжать подряд сюда Зачем? Через неделю Потеряевка никуда не денется Это было бы самое правильное решение Батюка уже сказал, что сейчас пока не может сказать ответ Тут и говорить нечего, тут же ничего не делать Ну если я говорю, зачем мне спрашивай? Говорить нечего, ну вы решили, делайте, приглашайте Спрашивает меня, я говорю, я не могу, сейчас не знаю, что еще Приглаши, как будто бы интересно, но так не бывает Как-то заранее бы, хотя бы за месяц, как-то за неделю Давайте быстрее Не за неделю, а за две, уже неправда в два раза Во-первых, у него все раз это Да расписано Я приглашаю, когда за месяц, за два раньше приглашают Его, чтобы было И самим подготовиться Да я об этом говорил уже больше месяца назад Батюшка Не говорили, только сегодня я услышал, вы говорите О чем речь-то идет? Он уедет, не приедет, он отложит сам Он скажет, что почему не раньше было, а теперь у меня времени нету Заявить надо прямо в понедельник И благословить Более лучшего-то ничего нету Как раз мы здесь и... Днем сейчас будет 20 часов А второго еще будет День интернета Памяти интернета Вот некоторые я скажу против Там что-то где-то Самые, сказать, такие отдаленные Это старообрядцы, беспоповцы Кержаки Вообще ничего нету В интернете все снимают И крещение, и все Крещение здесь нету Патриарх не что-то Освещение престола показывает Я никогда не видел И все снимается Они поняли, что патриарх заговорил о русском языке На богослужения Как Андрей Ткачев сказал Говорит, ни два, ни три Миллиона людей ушли из православия Наущение всему, но не у нас И остались в протестантизме Нам богатывать нещем Мы каждый днем должны теперь дорожить Времени нет, он ответил Патриарх говорит, раньше колокол ударил Народ бежит Сейчас хоть из пушки бей, никто не идет А кто сделал? А он об этом говорил Когда открыли храмы, начали крестить Крестить, они даже не знают, что с ними было Сотни, тысячи И никого нету нигде Вот тут можно сесть Надо работать Как раз Тебя вообще тут не бывает Стоишь, разговариваешь И руки в карманы, никогда Примей не засовывай Тихо Ты же мужик, настоящий Все эти прямо Работящие вот так бежали Как это, хулиган стоишь Я добавлю Я об этом даже здесь говорил не раз Об этом молились События так складываются Именно через дни Две недели только Самое благоприятное время Упустить, а потом его и нету Я узнал, что он по-прежнему к нам расположен Это для нас очень и очень много значит Ну тут дело в том Все в том Батюшка, если сейчас ничего не говорит То мы никак не можем его пригласить Мы пригласим, а батюшки не будет И что дальше Надо, чтобы все были согласны Вы зачем сейчас сразу по три камеры это делаете? Вы могли заранее со мной Хоть неделю назад поговорить Как это сделать? Вы сейчас сразу Три-четыре камеры Батюшка, давай, говори Приглашаем Зачем вы насилуетесь Вот оно мы пригласим Батюшка пригласил Приглашайте Батюшка, дело все в том Дело все в том, что мы давно уже пригласили Вам что-то показать себя только надо Что мы вот такие Не надо так делать Про себя На один день разница с тем временем, когда был Самое удобное, еще раз говорим Время Ну для вас удобно делайте Все Нельзя амбисиозность такую показывать На самом важном Не годится это Больше это ничего не зависит Только сказать и все Может быть он куда-то собрался ехать Мы не знаем Выехать неоткуда потеряю Как раз самый благоприятный момент Ехать-то некуда И нельзя Только одно Помолись, а чтобы смиренно сказать Владыка расположен Пользуйтесь моментом Потом будете вспоминать Надо со мной А тут ничего не надо Только сказать Пойти И все, решено Что, неделю будут У меня мозги становиться Надо, не надо Да нам в любой день надо Хоть бы каждый день он тут служил Я повторяю Что такого Архиерея нам больше никогда не видать Он может быть один На всю Россию такой Вот С нас-то снял все обвинения Все То есть отец родной И думать его приглашать Не приглашать Тут вообще не о чем думать Главное мы Когда нам удобнее всего Мы сказали Был Третьего Сейчас второго февраля Ну Уже было Уже проторлена дорога Я скажу Что заочно Он к нам относится Даже Нисколько не хуже Когда очно Былбает на глаза Человек один А уйдет другой Мне говорит человек Который очень расположен Я встаю А там Священники Заходят один с другим И слышу громкий голос Он обычно громко-то не говорит А тут Прямо распекает священников Почему вы не делаете Как Игнатий Тихонович делает Не раздаете Евангелие Вы одни останетесь Некем будет руководить Это говорит он Не зная Что мы об этом узнаем Это чего-то стоит Наше объявление о лагере При прежнем епископе Посылали специально семинаристов И срывали везде со столбов И писали ересь А этот При входе в центральный храм Алтайского края Все лето висит объявление Никто и не пришел Но само расположение говорит Он сказал слово Тогда приезжал Это Рахиль Мы к нему пришли Обычно Снимать нельзя Снимать нельзя А он когда Пришли Так мы снимаем А что Два аппарата Я говорю это фотоаппарат О Он тут же обнимается Снимаем И когда он был Он ни разу не сказал Не снимайте или что-то Я никогда в алтайф не захожу А при нем зашел И внутри что делается Заснял И он только сказал В это время Скажите проповедь Чтобы архиерея Митрополит Практически честен Это читай мирянин И просить Вообще никто об этом Не слышал Не знает Это не просто расположение А родство И на каждом обеде У батюшки Я говорю слово И слово такое Что у кого-то И ложка в руках застывает Я знаю Как он относится Потом и говорит об этом Повторяю Что мы претерпели До этого Такое Что ни одно Совещание у них не было Чтобы нами не началось И не кончилось Мною лично И вот Его уже сколько раз Хотели убрать И он говорит Я знаю об этом Увести в другое место А почему он такой Я не знаю Я знаю только одно Что он не с указкой Приехал сюда Обычно не успели Священники поставить Уже епископ А этот священник По всему миру Побыл Из Чехословакии В Израиле Его ставили С этой Кажется С Литвы Мне позвонили Из Эстонии Это наша Архиерея Он у нас был Священником И самый добрый След везде Оставил Это жизнь Ни одного дня Я бы батюшку Вопросил Чтобы он сам Сказал В этот день Приготовьтесь К причастию Потом будете Меня вспоминать Я ратовал Об этом Говорил Приходил Мало того До самого конца И кто торгует И кто там встречает Всем сказал о нас Незнакомые люди Называют нас По имени Отчеству Вот как И нас Бог За прошлое Все Благословил Иметь Такого Архиерея А мы находимся РПЦЗ И он по прежнему Поминает Зарубежного Илариона И все И по русски Считает Евангелие Он нигде Ни разу Не нарушил То что у нас Принято уже Он принял Как будто это его Слава Христу Аллинуи Брат Я хотел В интернете Вот сказать Что это такое Чтобы Ну сестры Вот у нас Многие не имеют Сайт Нашего сайта Ну интернета Поэтому Вот в новостях Передали Что там в Якутске Один мужчина Там якут Снимал Ну свой Сайт создал И снимал Рыбалку И охоту Он такой Заялый Рыбак и охотник И он помер А сын Продолжил его дело Уже там Он сколько там Лет 8 этим занимается И вот За эти 8 лет У него 100 тысяч подписчиков И он был отмечен Отмечен В правительстве И ему прислали Специальную грамоту Такую большую Там С золотыми такими 100 тысяч подписчиков И я подумал И я подумал И по новостям И я подумал Ну у нас Где-то 45 тысяч подписчиков Ну это же не Ну показывают там Ну стреляют они Там убили лося Ну там Поймал рыбу большую У нас то это У нас 45 тысяч Почти подписчиков Вы понимаете Что это такое Если за 100 тысяч За какую-то рыбалку Благодаря То 45 тысяч От Господа Бога Какая будет грамота Вы понимаете сами Пускай тут люди Не вспомнят Им это не интересно Вот Игната Тихоновича Книги послали В этот Демидовский фонд Литературный Они не знали Куда его поставить У нас говорит Нету такой тематики Ну нет Так откройте Это будет единственная Тематика на весь мир Вы сами то понимаете На всю вселенную Нет не открыли Почему Потому что духовное Для людей Оно не интересно А у нас почти 45 тысяч подписчиков И сестры Вы просто не представляете Что это такое Нас здесь всего 40 человек 45 тысяч людей Постоянно Каждый день заходят На наши страницы И смотрят вас Вот сейчас Сергей Павлович Стоит вот с аппаратом А это Прямой эфир Вы понимаете Люди смотрят Прямой эфир Пока трое Ну трое Но уже смотрят Вы понимаете В чем дело А в интернете Сколько выходят Сотни тысяч просмотров На один ролик есть На один видеоролик На один миллион На один есть даже Даже миллион 45 миллионов просмотров у нас Вы понимаете Что это такое Это Мы здесь сидим Вот просто Ну наши как-то Эти Наши беды Там Нашу жизнь Каждый из нас Веру свою Здесь Культивирует Чтобы Дорасти до Христа А люди Смотрят на это И приходят К Господу Задают вопросы Бывают глупые Но в основном Они Касаются Души человека Которой никто не ответит Кроме Кроме вас Если бы у вас были Свои сайты И вы бы тоже могли Отвечать людям Потому что у вас Такой богатейший опыт Не стойте там Никогда в коридоре Сюда заходите Набирайтесь Этого опыта И молодежь Руки в карманы Не засовывайте Вот так вот Как хулиганы Никогда не засовывайте Стойте прямо Мужественно В любой момент Готовы схватить оружие Как Дидион 300 человек Все выбрал Спасибо Христос Брат Это А я хотела Они не сказать Был фестиваль Она писала У нас Громче Она выступила На фестивале Она брала С собой Братья привозили Ей вот Евангелие Какой фестиваль Объясните Где это Фестиваль Православной Песни В Павловске Они проводят Каждый год Людей там До полста Человек Выступает Нина Александровна Да Она прошлый год Выступала Жолнирова Нина Александровна Грамоту ей дали Хорошо выступила В этом году тоже Она хорошо выступила И они сделали подарки Каждому участнику Этого фестиваля Фестиваля Новый Завет Вот И священник выступил Поблагодарил ее И Прямо официально С трибуны А что она исполняла? Она исполняла Косари на лугу И Тихая ночь Рождественник 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 Надо было Святая Русь Исполнить Ей дали память Еще у меня одно Еще у меня одно Сообщение Вам Звонила Сноха Анны Кузьминичной Во вторник Сорок дней Мы молимся все За нее Сорок дней Во вторник И в прошлый раз Мы не были На поменках И нам Прямо Выговор Можно сказать За это Потому что Мы же записались Они пошли Не хорошо получилось В этот раз Она приглашает Они дома Будут делать Они вдвоем Там в общем-то И приглашала Нас Сколько человек Будет Вот сколько Придет Пожалуйста Подойдите Кто сможет В час дня Будут поминки Это вот Где они жили Рядышком Прямо дом Они переехали Ну Это Санузер Республик 35 Квартира 29 Да Пожалуйста Давайте Хоть Немножко Мы как-то Это Помянуть Нужно Я нажила Рядышком Дом Завтра Исполняется Ровно Вот Как вечно Сошел Наш дорогой Член Деревенская Община Наверное Из Воронежской Области Вы знаете Кто Козлов Сергей Парализованный С 17 лет Пролежал На вытяжку Тут один день Полежать Что стоит А он По 2 метра Ростом Или даже 2 был И какой он Везде До этого Было Все А потом Мы же телевидение Снимали И Нырнул Ударился Об ревно 7 позвонков Полетел Полностью Парализован 20 минут Лежал под водой Сегодня для всех Это загадка Как Ну и положили Труп лежит А молодые Подошли Говорят Хоть попробуйте Году вылить Они не знали Что раздробленные Позвонки Стали перерезать Весь столб И он Писал Иконы В интернете Он вышел На первое место Как его написать Ему Отовсюду Заказы были Считали Что Там От иконы Там Исходят Мы когда Познакомились Он говорит Я что Идолопоклонник Какой Что-ли Рисовать У него Все было В иконах И вот С момента Нашего Знакомства Он Об этом Прямо Говорит Видите И убрал На него Кто Вся скверна Полилась Его Бог открыл Это он Даже не слушал Наш отец Суаким Ездили Покрестили Полное погружение Как обливание Сделали под него Чтобы не протекало Как Это хорошо Сделано А может Лучше На этом Порешили Лучше И не Говорит Еще И он Нанимает Программистов Из Израиля Из Белоруссии Почему Не знаю Ну Даром Никто Не будет Работать Я долго Бился Никак Не говорит Я наконец Узнал Держись За стол Чтобы не Упасть Он Заплатил Лежа Парализованный 300 тысяч Рублей За то Чтобы второй Создать Сайт Копию Нашего Сайта Это Не просто Расположение Это Дар Божий В его Лице И он Отошел Мать Конечно Трудно Переносила Она 17 лет На шаг Не отходила И когда он Показывал Снимали Как внутренность Как откачивает Гной Здесь Выжиманием Я вчера Смотрел Ну написано Слабонервным Не смотреть Это невозможно И он Едва Едва Отходил Только Болящий Сергей Или там Парализованный Во славу Христа Вы не найдете Этого Нигде К нему Парализованный Приходили Он беседовал Это вообще Не выскажу Он как Ник Вуйчич Рук Ног Не отродился Только Какая-то Ласта Одна На весь Мир Едет Президентство Встречается Папа Римский Миллионом Людей Не миллионом Больше Он рекорд Поставил Его за Один Час Поцеловали Где-то На большом Выступлении 1700 Человек За Один Час Я не женат Он играет Всем нужен Бог дал мне 13 помощников Раскобрали Сайт До 4124 вопроса Каждый Отдельным Павлом Сделать Начитать Ну и Один из Самых Продуктивных Это Сергей Павлович Это Бог Делает Можно еще Там Ну мало Кто знает Кто тут На трапезе Остается Не хотел Оставлять Это без Внимания Сергей Павлович Это Тоже Поклон Он Молодец Не делай Ошибок Как говорится Не будешь Никуда Идти Он На том На той Трапезе Закричал На нашу Сестру Как раз Елену Закричал Зачем Я не понимаю Он сказал Закричал Закрой рот Причем Очень громко Все слышали Я хочу Чтобы он Извинился При ней Что он На нее Кричал Он При всех Кричал При всех Пускай Извиниться Прости Меня сестра Я Виноват Ну и все Вот видите Инцидент Исчерпан Ты простила Его Я подумал Об этом Целую неделю Думал Думаю Нельзя Это оставлять Без внимания Потому что И на другой Раз Уже Придется И кается Еще Что кричит Причем Я тоже Бывает Немножко Что-то Такое Но Возвышаю Голос Но Не просто Так Поэтому Давайте Будем По тщительности Друг друга Предупреждать И поменьше Вот этих Непонятностей Из себя Замечательная Реплика Следуйте К примеру Еще Слово Завершать будем За Людмилу Степановну Молитесь Она заболела И не серьезно Помоги Господи Андрюша Голос А как там У Нагаева Борьер Нормально Вот у нас Вышла книга 15 том Как кто пришел 84 И ей звонят С Америки А про болячек То ничего не сказать С Америки звонят Ушеначук Николай Татьяна Кузьмин Иванович И говорит А там везде Телефоны даются Это вы написали Да Сама написала Да и она сразу Стала А ты кто Я в Америке А кто ты Она говорит Ну Баптист Ваша не церковь Вы давайте В православие переходить Она начала И вот она сразу Как говорят Обрабатывать Это говорит о чем Ей поклон Она молодец Она с пятого этажа Александра Михайловна Позвонила Она все продолжает Болеть У нее что-то Она кашляет Ну в общем Простуда Помолитесь Что-то Никак не может Она отойти И Раиса Николаевна Не позвонила Ну значит Тоже болеет У меня внуки болели Тоже Таня И Илья Помолитесь А в Алабуеве Спрашивают Ничего не известно Ничего не известно Молимся Потерянный Который у нас Снимал уже 31 год Наверное Потеряю Вот Александр Павлович Поехал в Москву Какой-то там На фотоконкурсы И там исчез Там еще Полиция Там все Где заснято Было Увидели Последний раз Где-то он заходил Ну там что-то продавали Такое И больше нигде нету Редакция местная Мне уже звонит Сколько раз Но мы только молимся Очень спокойный человек Но Бог знает Про загуляевых никто Не знает ничего Они наверное Выехали Они не откопали Они не откопали Да 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 конечно У Ящуков Кто болеет Такого молиться Они вся семья Это Люда Послала Что болеют все Ну ты еще Кто А крещение еще Сегодня Женя Вениамин Василиса И Люда Вот как Ну давайте Все молиться Сегодня у нас Крещение Как обычно Мы идем С благовестием Евангелие Новых Заветов Достали Тысячу штук Теперь нужны Работники Сестры очень хотят Занятия Чтоб проводили Игнат Тихонович Оставляет Сергея Здесь Занятия проводить И у нас Как говорится Выпадает Такая мощная Единица Потому что Сами видите Я еле-еле По этому снегу Куда дойду Довести я довезу А дальше Из меня Извините Работник уже Никакой Поэтому Желательно Чтобы еще Два человека Согласилось У нас Евгений Будет И вот Владимир И я И вот еще Двух человек Надо Распространять Слово Божие Да Вот они Трое братья Сидят Триада Какая Я уже С триадой Разговаривал Ну С Севастьяном Нет Слово Двух эмиратор Разговаривал У меня У меня Владимиру Как отчество Тебе Александр Александр Низкий поклон За расчищенную территорию Да я не один И все кто ему помогает Сергей помогал Сергей тоже Двух эмир Потому что Столько снега Это вообще Надежда Тебе поклон За все За все Что ты делаешь Я думал Что ты Поднимаешь руку И хочешь Ити на благовестник Потому что Твоего мужа Я только что спрашивал Он сказал От винта Ребята Я думаю Вот это да И она стала Такой главное И мимо Бац Бац Говорит И мимо Так И что Никто Ты уезжаешь Никита А поблаговестовать Хочешь Оставить такой след В памяти Мы будем снимать тебя А ты будешь Не в армию Я только Давать новые заветы А люди будут Жаждем Жаждет Правды Народ Избавление Ждет В темноте И грехе Погибая Но великий Христос Весь благую принес Он спасет мир От края до края А кто будет спасать? Христос нас тут оставил У нас ноги руки А он ждет от нас Когда пойдем Сестры тут о чем говорить Они через сугроб не переступят Нужен молодежь Так занятия сейчас Виктор Андреевич Вы не остаетесь? Я еду в больницу Достойно есть Такую истину Божий дитя Богородицу Признавлаженную И пренепорочную И матерь Бога нашего Счастнейшую Херувим И славнейшую Бессрония Серафим Без истинения Бога Слово Родшую Сущую И проповедует И проповедует Смело И на славном Об Иисусе Христе Господи Прими Прими нашу молитву Бога нашего Иисуса Христа Услыши наши молитвы И исполни их О всех Заповедавших нам Молиться о них Спаси их Господи И помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушает И дослышит Рак твой Аминь Одну минуту Кого Владимир Владимирович Путин Президент Отправил в отставку Кто знает Все правительство Все правительство Все сложили полномочия А теперь По-другому будет И самое главное Что будет Изменять конституцию Чтобы она не подчинялась Никаким за рубежем Помолиться Надо Мы уже начали молиться Чтобы Бог дал ему Хороших советников Чтобы его сохранило Покушение и прочее Мы молимся так Господи Чтобы дали Дали им мудрости Чтобы дали добрые законы И дали достойно жить людям Чтобы было Из чего уделять нуждающимся Аминь Богу слава Слава Христа Аллилуйя Теперь какой-то мешок Светлана Медведева Мы сейчас по обеду По обеду С 11 Где-то С 11 Где-то